Всем здравия! С вами Народ для Славянской Радио, Алексей Орлов. Сегодня мы встречаемся с Вадимом Гирлевановым и будем обсуждать тему «Смысл жизни». Пожалуйста, Вадим, приступай. Я в стороночку отхожу. Добрый день, слушатели. Сегодня мы затронем очень интересную тему «Смысл жизни». Чтобы ее понять, нужно понять, что такое вообще смысл. Все слышали такое слово «мысль», но мало кто знает, что это такое. Мысль – это то, что называется первичная задача, которая существует для того, чтобы наш мир ее выполнил. То есть предназначение нашего мира основано на постановке первичной задачи для него. А для чего ставится такая задача? Такая задача ставится для того, чтобы мир в конечном итоге после ее выполнения приобрел новые качества. Так вот, по своей сути, смысл жизни любого из нас, начиная от обычного человека, животного, муравья или еще кого-то, до целых миров – это наработка нового качества. Зачем это нужно системе саморегуляции? Для системы саморегуляции новое качество – это новый кипячек, за счет которого может строиться совершенно новое здание, с совершенно другими характеристиками. За счет этого идет развитие, идет движение. Многие из нас по жизни не задумываются над тем, что качество присутствует везде. Любое, вы можете мне сказать, найдутся те, которые скажут, мы живем для того, чтобы любить, любить это качество. Для того, чтобы рожать, рожать это качество. Для того, чтобы там садить дерево, садить соседа, там еще что-нибудь – это тоже качество. Качество юриста, качество силовика, качество – это все наработанные качества. С чем бы вы не соприкоснулись, вы будете использовать качество. Качество у нас есть двух типов, по большому счету. Это качества родовые. Они содержатся в генетике вашей и даются родителями вашими из двух родов, которые сопрягаются. И ваши личные качества, которые вы наработали, именно в этой реинкарнации. Родовые качества распаковываются, они находятся в запакованном виде, и распаковываются либо, когда вы выполняете свое предназначение, это делается быстро, или же распаковываются при достижении определенного уровня стресса. То есть, из семи уровней стресса распаковка начинается с четвертого. То есть, четвертый уровень стресса – это, например, война. Пятый, шестой, седьмой – это уже состояние измененного сознания, там другие немножко процессы, сейчас и не об этом. Так вот, с чего начинается вообще жизнь качества? Вы удивитесь, но все знакомы с понятием «высшего я», наверное, и с понятием того, что называется «божественная суть». Божественная суть – это и есть тот, кто проецирует вас в этот мир. То есть, это то бессмертное, которое проецирует личность в этот мир. То есть, вы на самом деле – проекция. Вы – личина. Личность – это слово «личим нести». Ность – окончание, это именно «нести». Но – это сокращенная «ность». Поэтому все слова, которые вы просмотрите сейчас, где есть окончание «но» или «ность», это «нести». Поэтому личность – личим нести. Вы – проекция. И когда многие там говорят «я в той реинкарнации был там тем-то, тем-то царем, батюшкой», на самом деле вы там не были. Личина живет одной реинкарнацией. Была проекция вашей сути вот тогда, в то время. И вы к ней имеете отношение только через вашу бессмертную суть. Вы, как сейчас пребывающие здесь, в принципе, не имеете права гордиться заслугами того, кто тогда ее проявлял. Вы к ней отношений не имеете. Поэтому это и так на всякий случай, что, как говорится, хвалитесь тем, чем вы достигли сейчас. Тем, кто тогда работал. И к вам отношений не имеют. Так вот, что такое «божественная суть»? «Божественная суть» – это тоже проекция. Но проекция луча. А луч – это проекция, которая выходит из-за зеркалья. Ну, называется такое место. Где существует библиотека качеств. То есть, эти качества, мы сейчас не будем рассматривать, как это устроена эта библиотека. Но, чтобы вам было понятно на образах, вот представьте себе, есть библиотека, в ней собраны определенные качества. И когда строится новый мир, из этой библиотеки вызываются определенные качества. С помощью луча транспортируется до мира, в котором будет оно применяться. На границе этот луч притормаживается и создает проекцию с сутью. Вот эта суть для этого мира, она бессмертна. Именно только для этого мира. На самом деле, все, что создано в мире, имеет свое начало и конец, это системное проявление. Разница только в восприятии сознания, живущих ниже, по отношению к себе, оно и будет говорить о том, что это бессмертное и бессмертное. То есть все, что выше для нас, бессмертное. То, что ниже, для нас все смертное. Муравей живет три дня там, или сколько, я не знаю, а боги живут для нас, они бессмертны. То есть понятно, да? Вот в этом-то и разница. Так вот, что происходит? Когда суть входит в этот мир, созданный для реализации какой-то задачи, она тоже создает уже свои проекции. Вот эти личности. У сути их может быть очень много. Одна суть, как носитель определенного качества, заметьте, индивидуального качества, которое нигде больше здесь повторяться не будет, она создает проекции. Ну, например, там, 10 тысяч человек. Они проецируют это качество в этот мир. Они проецируют их в разных странах, в разных народностях. Естественно, приобретаются определенные преломления. То есть кто-то одно качество использует для блага, где-то в другом это же качество используется для противоположной стороны. То есть, и опять же, это с точки зрения обывателя. У системы нет понятия плохого-хорошего, зло-добро. Она совершенно нейтральна. Ее задача – сформировать работоспособный организм. И она этим занимается. Так вот, когда суть проецирует это качество уже как личность в мир, для этой личности создается проекция пути. Вот ее создает высшее Я. Высшее Я – это житель этого мира, его подразделения, которое называется антимир. Антимир – это структура, которая существует во время создания этого мира, формируется. А мир формируется на основании генетической матрицы существа, достигшего определенного уровня развития. То есть, грубо говоря, если все это рассмотреть, то, в принципе, это все можно увидеть в рождении ребенка. Ничего нового. То есть, до определенного возраста доходит развитие какое-то существо, из него выделяется генетическая матрица, в данном случае у человека это сперматозоид, и переносится в определенную среду, где на ее основании начинается строиться новый мир. И в этом сперматозоиде есть записанные высшие качества, которые набрал это существо за время своего развития. Вот эти высшие качества и являются жителями антимира. Именно они проявляются как высшее ядомо. Так вот, вот эта парочка и формирует вас как личность, которая идет по своей траектории. Высшее я формирует вашу траекторию, а суть ваша проецирует качество, которое вы должны проявить, идя по этой траектории. Вот в этом и есть смысл вашей жизни. Чем вы быстрее и ярче проявите то, что на вас возложили, тем быстрее будет идти развитие цивилизации. Ваше нежелание проявлять свою траекторию, нежелание идти по пути, которые выстроены для вас, несут определенные проблемы. В чем это проявляется? Когда человек сходит с траекторией, не хочет выполнять свое предназначение, у него пропадают определенные виды потенциалов. Я говорил это до этого. То есть денежки пропадают, здоровье пропадает, связи разрушаются. После этого люди идут двумя путями. Первый начинает думать, почему, анализировать и пытается вернуться. Другие начинают пытаться за счет других рядом стоящих вернуть этот потенциал. То есть это наши всякие ракетеры, ворюги, там непонятно кто. То есть вот это те, которые до схода жили, сошли, потеряли и потом уже за счет окружающих пытаются вернуть себе приблизительно те же условия комфорта. Вот эти вещи нужно для себя понимать. Именно за счет сошедших с траектории появляется определенная часть конфликтов в виде вори. Определенная часть. Все там не с разными причинами. Но представьте себе, если мы начнем заниматься собой и выполнять свое предназначение. То есть как минимум какую-то часть конфликтов мы уже из мира уберем. И уже это будет хорошо. Я думаю и всем. Высшее Я оно занимается построением вашего пути и фактически раскладывает на нем все виды потенциалов. Оно очень с одной стороны очень неудобно, потому что вы от высшего Я никогда не дождетесь какого-то например спаси меня, помоги мне. Поможет. Но поможет как? Поможет тем, что даст новые возможности. Но реализовать вы будете только сами. Никогда не будет вам что-то как говорят на халяву. То есть это не из этой оперы. теперь что касается сути. Вас у сути очень много на самом деле. Это знаете, как ваши братья и сестры как носители определенных качеств. Определенных братьев и сестр в мире есть очень много. До миллионов доходит. Как проекция всего лишь одной сути. Некоторых единицы. это очень редкие, очень специфические качества. Зачем это рассказываю? Затем, что к людям нужно относиться к своим ближним. Не с позицией, которую нам диктует. Та же церковь. Возлюбие ближнего или подобное. Которое под собой на самом деле ничего не несет. Люди не понимают что такое возлюбие и не понимают что такое ближнее на самом деле. А вот если в вашем сознании придет понимание что на самом деле ближний это и есть человек без которого на самом деле этот мир просто не построите он как носитель качества должен прийти в определенную точку времени места и проявить его с определенной интенсивностью и только после этого у всех что-то закрутится и дальше будет двигаться вот тогда он для вас понедлижен и не нужно вас будет призывать его любить или ненавинить это будет просто определенная необходимость при том природная необходимость вас даже уговаривать никто на этом не будет потому что по большому счету в природе существует два принципа принцип целостности и равнозначимости каждого элемента просто до этого надо еще дозреть чтобы понять это в полном объеме поэтому подведем итог есть у нас два носителя которые формируют вас это высшее я и ваша божественная суть ну я называю просто суть почему суть потому что суть как раз проявляет смысл вашего существования вы как носитель качества обретаете смысл существования именно благодаря вашей суть и вы должны понимать что рядом стоящий человек не важно какой национальность и какого он там роду племени если он есть он для чего-то нужен не вам он нужен миру и ваша задача понять для чего и увидеть правильную или интенсивность этот человек проявляет своим проявлением потому потому что разное бывает как в данный момент для тех же американцев по своей сути они отображают желудок англичане проявляют ум сейчас идет попытка умом через желудок подавить разум что отображает Россия понимаете глупость несусветная то есть интенсивность эту надо гасить но гасить интенсивность это не уничтожать народ понимаете то есть надо приводить к мере вот в принципе так скажем на скидку то что я хотел вам рассказать благодарю хорошо есть над чем подумать есть над чем поразмыслить а вообще так буквально в двух словах еще у нас немножко времени есть скажи пожалуйста ты сказал что Россия это разум вот что-то по России с твоей точки зрения нам расскажи пожалуйста на сегодняшний момент для этого надо будет рассказать что такое немножко разум разум это есть понятие личности это индивидуальность это как персональный компьютер он способен делать определенные действия в рамках своего апгрейда то есть чем он насыщен разум это когда в сеть соединяются много компьютеров на самом деле человек не знает но ум его может не работать но он как единица совмещенная через тонкие тела со всеми соединенные в определенную сеть работает постоянно те кто имеет возможность выходить в измененки в состояние хотя бы сверхсознания они знают что в этом состоянии процессы осмысления работают гораздо быстрее то есть приблизительно если взять соотношение то 3-4 секунды работы сверхсознания заменяют где-то 6-8 часов серьезного аналитического труда обычным умом поэтому работа в разуме это работа уже на другом уровне именно разум управляет всеми нами совмещает нас распределяет все все траектории там прописаны все это он видит совмещает события запускает и тому подобное то есть это вот вот эта система работает как отображение и проводник этой структуры является Россия но не думайте что вот как Россию возьмет ребята есть принцип целостности и равнозначимости каждого элемента ну досталось такое Россию вы думаете тот кто отображает в организме например ум или там печень или ну по отображениям как вот в теле им чем-то легче или не занимает второе-третье место не совершенно выкиньте любой из органов организм загнется разум он не лучше не хуже но у него ответственность больше потому что если он перестанет нормально функционировать то без всяких видимых причин начнет все сыпаться все связи пропадут органы начнут друг с другом как говорится в драку лезть каждый будет одеял в принципе что сейчас и происходит сейчас Россия находится в несколько подавленном ну не несколько я сказал бы очень сильно подавленном состоянии относительно своего предназначения поэтому и приходится сейчас мне очень часто об этом говорить что если Россию вернуть к своему выполнению своего предназначения то в мире в нашем мире настанет мир то есть именно все более-менее успокоятся да конфликты какие-то будут но не на таком уровне что будет война завтра ядерной не будет вот как мы сейчас живем что еще хочу сказать о России но если кто-то не понял могу привести немножко другой пример вот представьте себе приемник обычный приемник у которого есть батарейки которые отображают потенциал который закладывает чтобы он работал есть усилитель который работает с динамиками есть усилитель который усиливает радиосигнал есть предусилитель который усиливает именно с антенны идущий сигнал и потом уже передает его дальше и есть антенна так вот Россия это антенна и первичный предусилитель если Россию убрать то из этого приемника тупо вынут батарейки чтобы не пропали а приемник выкинет на свалку. И кому от этого будет хорошо? А сейчас фактически те, кто отображает усилитель, делают все для того, чтобы антенну убрать. Идиоты. Хорошо. Уточняющий вопрос. Россия – это не только территория, но еще и те, кто на этой территории живут, существуют. Я имею в виду все коренные народы, и, в частности, как один из главных элементов всех составляющих народов, никуда мы не денемся, но даже кому-то это не нравится, мы это слово употребляем, русские люди. Те, которые относятся к руссославянам, славяно-ариям и так далее. Что делать коренным народам сейчас в данной ситуации восстановление России как одного из важнейших элементов во всей мировой структуре? И что делать не просто всем коренным народам, а, может быть, что-то возлагается именно на тех, кто себя относит к славянам? Ну, я не даю таких советов именно с точки зрения, прямо сейчас будем что-то делать. Я могу сказать с точки зрения системы. Система обязательно нужно следить, чтобы не убрали и не искалили наш язык. Не будет языка, не будет тысячи. Не будет никого, кого-то перечислено. Язык является той основой, именно основой, за счет которой существует та структура, о которой я говорил ранее. Та антенна. Это первое. Второе. Территория имеет важную часть в этом плане. Важную часть в этом плане. И если разъединить нас по территориям, как только это произойдет, мы сразу получим новые языки, отличные от русского. Нравится вам это или не нравится. Я вам серьезно говорю. Как только разобьем общую территорию, вы получите новые языки с подавлением русского, которые, то есть, нас просто загонят в такое состояние, где мы просто не будем по критериям численности уже решать, есть мы или нет. Поэтому территория важна. Ее надо сохранять. Наверное, сохранять тем населением и с теми языками. Вот опять же, как отображение. У нас в стране множество языков, множество языков, и они все, так скажем, если бы еще из них никто не вмешивался, они бы спокойно уживались, вообще без проблем. И не было понятия, доминирует какой-то, не доминирует. Каждый бы разговаривал на своем, происходила бы определенная саморегуляция уже внутри страны. Но поскольку идут вмешательства извне, то сейчас пытаются определенные национальности, типа меньшинства, типа там еще что-то, выставить себя, как над нами доминировали, над нами там еще что-то делали, еще что-то как-то это. Да поймите вы, что даже, не будем далеко ходить, возьмем Израиль. Там ихние заметили, что если евреи знают русский язык, знают хорошо, на нем говорит, на нем думает, этот человек сразу выделяется по своему развитию от остальных. Вы думаете, это просто так? Это случайность? Нет. Если вы посмотрите, просто это они отследили. Если вы посмотрите на других, вы заметите то же самое. Задорнов об этом очень много рассказывал, но он закономерности не знал. К сожалению. Сверзая ему память. Если бы он знал эти закономерности, у него многие вещи на места стали. Почему, когда приходит русский в американский класс, ребенок именно с русским языком, который дома говорит на русском языке, он всех там за пояс затыкает? И не из того, что там тупые. Из того, что язык сам по себе предрасполагает более интенсивной работе структур сознания. И все. Это как спортсмен, который тренируется постоянно и интенсивно. И спортсмен, который тренируется не очень интенсивно. Вот интенсивный спортсмен пришел к неинтенсивному. Естественно, он будет выглядеть на этом фоне по-другому. И все. Я вначале говорил, когда про русский язык, что русский язык это единственный, который может описать и передать то, что не могут другие языки. А для этого нужно и ум иметь другой. И чтобы он в сознании работал совершенно по другим принципам, а не так, как работают у тех же американцев или еще кого-то. Но сохранять, да, надо и то, и то. Ну, то есть, другими словами, наша задача сейчас как минимум сохранять чистоту русского языка, то есть своего родного языка, восстанавливать его, убирать все иностранные из коверканных какие-то вхождения, а их у нас больше 30 тысяч, от которых можно уже вполне спокойненько избавиться и найти наши родные заменители, тем самым усилить наш родной язык, сохранять территории, которые нам даны, сохранять память, которая в наших родах живет, то есть изучать свою древность, потому что, ну, без этого как? Без рода жить-то невозможно без племени и налаживать взаимоотношения с теми родами и народами, с которыми мы жили здесь и продолжаем жить на этой величайшей территории под названием Русь-Россия. Ну вот, пожалуй, наверное, так. Насим, я уже возьму на себя ответственность, попрощаюсь, поблагодарю тебя, Вадим, за то, что ты в очередной раз порадовал своими размышлениями, мыслями, глубоким мыслями, рассудительностью, не забывай, приходи еще, поговорим на какие-то интересные темы, благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за то, что присутствовали при нашем разговоре, пишите, задавайте вопросы, напоминаю, с вами был Народное Славянское радио, Вадим Герлеванов, Алексей Орлов, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся, быть добрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова